Всем привет, дорогие друзья! Bonjour à tous mes chers amis! Всем привет, мои любые друзья! С вами Гайне и видеоуроки по изучению французского языка. И сегодня мы встречаемся с вами в рубрике «Разбор песен». На моем канале представлено множество плейлистов по изучению французского языка. Все они сейчас указаны на экране, а именно, видеоуроки с нуля и до уровня B2, если даже не C1, до которого мы уже дошли, видеоуроки для початки в украинскую мовую, плейлист французский по фильмам, французский по песням, разбор интервью знаменитостей, читаем вместе, ну и плейлист с моими советами. Ссылки на плейлисты указаны в описании. А сегодня у нас с вами такой более расслабленный урок, а именно, разбор песни и легендарной песни Joe Dassin, Joe Dassin по-французски, и песня под названием «Le thé indien». Если дословно «индийское лето», что на самом деле означает «бабье лето». «Le thé indien». Эта песня полезна не только тем, что она красива и легко исполнима, потому что Joe Dassin поет и даже проговаривает ее достаточно медленно, также она полезна тем, что тут очень классные спряжения в разных временах, над чем мы с вами и поработаем. Итак, давайте начнем разбор песни «Le thé indien» «Бабье лето» в исполнении Joe Dassin. «Ле thé indien» «Ты знаешь, я никогда не был так счастлив, как вот тем самым утром». Тут у нас время после композе, потому что со словом «жаме», «никогда» чаще всего употребляются именно завершенные времена. Ну, тут как бы фактически я никогда не был настолько счастлив, вот, как тем самым утром. Дальше. Nous marchions sur une plage un peu comme celle-ci. Nous marchions, мы гуляли, мы ходили sur une plage, по пляжу, un peu comme celle-ci. По пляжу, вот, немного как бы по этому. «Celle-ci» в данном случае это указательные местоимения, то есть он указывает «мы ходили по пляжу», вот, немного похожему как вот на этот вот пляж. Поскольку une plage – это женский род, у нас тут форма «celle-ci». «Celle» – это форма женского рода, это замена слова «пляж». Ну, и «ci» – это вот как бы указание, что вот этот вот, да, мы на него указываем чуть ли не пальцем. Вернее, Джо Дассен, да. Мы ходили тогда, в описательном времени, в «imparfait», то самое утро, мы ходили по пляжу, вот, немного похожему вот на этот. Немного как вот этот. «C'était l'automne». «An automne où il faisait beau». «C'était l'automne». «An automne où il faisait beau». «C'était l'automne». «Была осень», да, тут время «imparfait», описательное. «An automne où il faisait beau». «Осень», когда была хорошая погода. «An automne», ну, вот, какая-то такая осень была тогда. «Où il faisait beau». Хочу, чтобы вы обратили внимание на слово «у». Во французском языке, когда мы говорим, например, «день», «когда», «месяц», «когда», «осень», «когда», «год», «когда». Употребляют не слово «can», а употребляют именно слово «у», то есть «где». Логика такая. То есть «le jour où je t'ai rencontré», «l'automne où il faisait beau», «l'année où on a déménagé», да, «god», «когда», «день», «когда». Вот, «l'automne où», «в осень», «когда» «il faisait beau», «была хорошая погода». И опять я писать «ne vraiment parfait». «Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique». Là-bas, on l'appelle «l'été indien». «Vontem», его называют, on l'appelle «l'été indien». «Indийская лета», то есть «bambier лета». «Mais c'était tout simplement «le нôtre». Но оно было, это было, да, сезон этот был, tout simplement, просто-напросто «le nôtre», «нашим». Это лето было на самом деле «нашим». В данном случае это тоже такой вид местоимения, притяжательного местоимения. «Mais c'était tout simplement le nôtre». Другими словами можно сказать «c'était tout simplement notre été». Это было всего-навсего «наше лето». Но слово «лето» тут заменили, поскольку «l'été» это мужской род, говорят «le nôtre», «наше». На эту тему есть отдельный видеоурок. Если хотите, можете перейти по ссылке, она будет в описании и на экране тоже. И посмотреть. Итак, его называют индийским летом, бабьим летом, но на самом деле оно было «наше». Да? Не индийское, а «наше». «Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurence». «Avec ta robe longue, с твоим длинным платьем, tu ressemblais à une aquarelle. Ты была похожа на акварель, ну, то есть на картину, нарисованную акварелью, de Marie-Laurence. Marie-Laurence, французская художница, рисовала акварелью. Как пример её картин, я укажу сейчас их на экране. То есть в твоём длинном платье ты была похожа на героиню из картин Marie-Laurence, художницы. Тут у нас глагол «ressembler à quelqu'un», быть похожим на кого-то, либо на что-то, во времени «un parfait». Опять же, это описание, вы видите, он описывает процесс того, как они гуляли, этот период их жизни. «Авратите внимание, глагол «ressembler»» Обязательно предлог «de» после этого глагола. «Помнить о чём-то, либо вспоминать о чём-то». «Я помню, я очень хорошо помню, что я тебе сказал». «Я помню, о чём я тебе сказал». Можно перевести и так, и так, но в любом случае во французском «ressembler à quelqu'un», мы с вами увидели выше, быть похожим на кого-то. То есть запоминайте глаголы с предлогами. «Я помню, я помню очень хорошо, что я тебе сказал». И послушаем, что же он ей сказал, этой женщине его. Тут у нас в припеве «Будущее время», «futur sample», и вот мы его видим во всех красках. «Он irа», «мы пойдём», либо «мы поедем», «у ты voudра», «куда ты захочешь», «кан ты voudра», «когда ты захочешь». «Иногда пишут так, по-моему, «el» произносит, скажите, слышите вы её или нет. Либо «el» тут появляется для милозвучности. Если что, и мы заново будем влюбляться, любить друг друга. «S'aimer» – это вообще любить друг друга, как бы возвратный глагол. И мы заново будем любить друг друга. Когда любовь будет умирать. Ну, то есть если угасать, скажем, да, когда любовь будет угасать, мы заново будем друг друга любить. «Тут лави» – «вся жизнь» – «сера парей» – «будет такой же», «будет похожей», «будет подобной» – «а соматан» – «на это утро». «Вся жизнь» будет похожа на это утро, другими словами. «От кулыр» – «де летей индиан». «От кулыр» – «де летей индиан». «В красках баби валета». «От кулыр», ну, «в цветах», «в красках», то есть, «де летей индиан». Итак, еще раз припев. «Он ира», «у ту voudра», «кан ту voudра». «Элон суммера анкор», «лорск ламур» – «сера мор». «Тут лави» – «сера парея со матан» – «а кулыр» – «дел летей индиан». «Мы пойдем куда ты захочешь» и «когда ты захочешь». И мы заново будем любить друг друга, когда любовь будет умирать. Вся жизнь будет похожа на это самое утро в «красках бабьего лета». Обращаю внимание, «фютюр самплю», «будущее простое время», оно всегда у нас маркируется звуком «р» на конце. «Он ира», «у ту voudра», «кан ту voudра», «он суммера» и «ламур сера мор». Это вам так просто, чтобы хотя бы фонетически было проще запомнить. Неправильные формы глаголов этого времени. Ну, на тему «фютюр самплю» есть отдельный видеоурок. Если что, ссылку, надеюсь, не забудьте оставить опять же в описании на экране. Едем дальше, второй и последний куплет. Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Но это «как будто бы я там был», если дословно. Но такое чувство, такое впечатление, как будто бы я там был. Mais c'est comme si j'y étais. Это у нас время imparfait. «Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi». «Je pense à toi». «Я думаю à тебе». «Оù es-tu?», «Que fais-tu?», «Где ты?», «Что ты делаешь?», «Où es-tu?», «Que fais-tu?». «Est-ce que j'existe encore pour toi?», «Es-ce que j'existe encore pour toi?», «Es-ce que j'existe encore pour toi?», «Es-ce que j'existe encore pour toi?», «Existez» – это существовать. «Je regarde cette vague, qui n'atteindra jamais la dune». «Je regarde cette vague, qui n'atteindra jamais la dune». «Je regarde cette vague, я смотрю на эту волну». «Une vague» – это волна. Глагол «regarder», напоминаю, употребляется без предлогов. Там нету ни «a», ни «de», ничего, да. «Je regarde cette vague, я смотрю на эту волну, qui n'atteindra jamais la dune». Тут глагол «ni attendre», ни «entendre», а «attendre». «Прости, господи, знаю, что этот носовой звук у меня получается не очень хорошо, но вы видите, как это пишется. «Attendre» – это достигать, дотягиваться. «Attendre», 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 «Attendre». «Attendre». «Je regarde cette vague, я смотрю на эту волну, qui n'atteindra jamais la dune». «Которая не дотянется никогда до дюны». Да, волна, которая, прилив, пытается дойти до дюны, на песках, да. И он говорит, я смотрю на эту волну, которая всё никак, никогда не дотянется до дюны. Опять, в будущее время она attendra jamais la dune. «Ты vois, как она, как она, как она, как она, как она, я возвращаюсь назад». «Как она, как она, как она, как она, я возвращаюсь на песок». «Se кушать» – это как бы ложиться, спать, ложиться. «Le сable, это песок». «Как она, я лежу на саду, и я вспоминаю». «Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer». «Je me souviens des marées hautes, я вспоминаю приливы». Ну, «une marée», «une marée haute», вернее, это «прилив». «Une marée basse» – это «отлив». «Je me souviens des marées hautes, я вспоминаю приливы, du soleil et du bonheur». «Я вспоминаю солнце и счастье qui passaient sur la mer, которые проходили на море». «Пролетали на море», так сказать. Тут, опять же, «se souvenir de quelque chose». И вы видите, «je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur». Ну, и «passe», в данном случае, вы видите, это опять описательное время, потому что он вспоминает тот период, который они прожили вместе, да. Ну, и последняя строчка. «Il y a une éternité, un siècle, il y a un an». Ну, тут он уже в другой последовательности перечислил. Если вначале было «il y a un an», «il y a un siècle», «il y a une éternité», тут наоборот «il y a une éternité, un siècle, il y a un an». И дальше припев. «On ira où tu voudras, quand tu voudras, et l'on se mera encore, lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille ce matin, au couleur de l'été indien». «Мы пойдем, куда ты захочешь и когда ты захочешь». И заново будем любить друг друга, когда любовь будет угасать. Вся жизнь будет похожа на то самое утро в красках бабнего лета. Вот такая красивая и романтичная песня с хорошей лексикой и особенно с хорошими спряжениями. Тут мы увидели с вами 4 основных времени французского языка. Настоящая, le présent, le passé composé, завершенное прошедшее, l'un passé, описательное прошедшее, поскольку Джо Дассен описывает его переживания, воспоминания романтичные в период бабьего лета, ну и будущее время, когда он обещает что-то своей любви. On ira où tu voudras, quand tu voudras. По части лексики, что тут было интересного? Ну, если у вас еще начальный уровень, возможно, выделим тут лексику, как l'automne – это осень, l'été – лето, l'hiver – зима и le printemps – это весна. Если что, когда вы хотите сказать весной, зимой, летом, тогда мы говорим en été, en automne, en hiver, но au printemps. Хорошо? Запишите себе. Глагол ressembler à quelqu'un, быть похожим на кого-то. Une eternité – это вечность. Un siècle – это век. Se souvenir de quelque chose или de quelqu'un, помнить либо вспоминать о чем-то, либо о ком-то. Une vague – это волна. Une vague qui n'attendra jamais la dune. Волна, которая никак не дотянется, никогда не дотянется до дюны. Le sable – это песок. Les marées hautes – это приливы. Ну и, конечно, l'été indienne. Если вы не знали, теперь вы знаете, что бабье лето – это индийское лето. L'été indienne. Ну, как в английском, по-моему, Indian summer. Наверное, в других языках есть какие-то свои другие эквиваленты. Если знаете, можете написать в комментариях, что-то мне ничего не приходит в голову. Не знаю, как это будет на испанском, кстати. Надо будет глянуть. На этом все. Спонсоры канала, как всегда, получат маленький бонус в виде текста отдельного песни с вынесенной лексикой в нашем закрытом сообществе YouTube. Хочу отдельно выразить благодарность всем зрителям, кто делает донаты через «Суперспасибо» или через «PrivatBank», «Monobank» или «BuyMeCoffee», которая у меня тоже появилась специальная ссылка для донатов. Заглядывайте на мои социальные сети, а именно на «Telegram», которую я веду активнее всего на данный момент. И я прощаюсь с вами до следующего видео. Merci beaucoup de votre attention. Я знаю, что «Л'ИТА Индиан» с'approчат. И я вам желаю вам добраться вместе, в семье и с вашими друзьями. До новых встреч на канале. Ура!